В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Меня зовут Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Благоустройство Расторгуевского парка. Каким оно будет? Были поставлены на голосование два вопроса. Это троллей, его перенос или оставление на том месте, которым есть, а также веревочный парк. У 35-го дома по проспекту Ленинского комсомола появилась новая парковка. Многие решают проблему парковки из соседних микрорайонов за счет нашей улицы. Итоги рейда по проверке соблюдения санитарных норм в ресторанах и кафе Видного. Наша основная задача не наказать бизнес, не оштрафовать его. После длительных публичных обсуждений и открытого интернет-голосования, наконец, найден компромисс по вопросу благоустройства Расторгуевского парка, где планируется установить троллей и веревочный городок. К какому решению пришли общественники, расскажет Юлия Погасьян. При принятии решений по благоустройству общественных территорий обязательно учитывается мнение жителей. Проводятся встречи, обсуждения, выслушиваются разные мнения и пожелания. Только после утверждения проекта жителями администрация муниципалитета приступает к реконструкции той или иной зоны. Так произошло и с Расторгуевским парком, где назрел вопрос благоустройства. Создали общественный совет и начали работу. У нас было заседание открытого общественного совета, да, при главе, да, нас Алексей Петрович собрал. Были поставлены на голосование два вопроса, да, это троллей, да, его перенос или оставление в том месте, в котором есть, а также веревочный парк. Мы провели ряд голосований, мы также посмотрели мнения жителей по другим голосованиям. Специателям совета парков мы тоже посоветовались и, в принципе, пришли к очень простому решению. Для оглашения результатов общественного обсуждения и интернет-голосования была организована встреча в Центральном парке города Видное, где собрались члены совета парков, представители общественной палаты и администрации округа, дирекция парков и неравнодушные жители. То, что сейчас озвучено, оно более-менее адекватно. Потому что то, что было изначально показано людям, отличалось от того, что сейчас. Хорошо, что гражданское общество потихоньку развивается. Это, пожалуй, для меня ключевой момент, потому что таким образом у нас действительно получается находить какие-то компромиссные решения. Большинством голосов было принято решение аттракцион троллей в Расторговском парке оставить, но видоизменить и перенести в другое место. В концепции веревочного городка поменяется только его местонахождение. У нас есть рядом детская площадка, рядом со сцены, и там есть такая прямая линия без деревьев, без кустарников, без каких-либо помех. Да, и каждый ребенок без кого-либо может сам залезть, прокатиться по веревочному парку. Мы его перенесем ближе к входной группе, среди деревьев. Вопрос с троллеем планируется закрыть до конца этого года. Веревочный парк запустят, предположительно, в мае 2021-го. Денежные издержки в связи с изменениями в проекте благоустройства берет на себя подрядчик. После сдачи аттракционов в эксплуатацию они будут доступны для посетителей совершенно бесплатно. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВиднетВ. Около 40 дополнительных парковочных мест появились за домом 35 по проспекту Ленинского комсомола. Превратить пустырь в столь необходимую для обитателей пятого микрорайона парковку удалось благодаря совместной работе жителей и депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Алексея Журавлева. Деталь узнала Екатерина Борисова. Эта история началась еще год назад, когда активные жители пятого микрорайона города Видное обратились к депутату своего избирательного округа Алексея Журавлеву с просьбой организовать дополнительное парковочное пространство. Битцевский проезд, улица Радужная и прилегающие к ним буквально задыхаются от машин уже несколько лет. Сама застройка, ее плотность, она не позволяет, конечно же, уместить все машины наших домов и самое главное, что многие решают проблему парковки из соседних микрорайонов за счет нашей улицы, потому что проехать круг на ПЛК зачастую это очень длительный процесс. В результате встреч жителей с депутатом удалось найти подходящее место – пустырь возле дома 35 по проспекту Ленинского комсомола. Я вместе с жителем собирал подписи у жителей пятого микрорайона, чтобы здесь сделать парковку. Подписи там 20 или 30 листов, сейчас уже не помню было, все это было поддано в администрацию и благополучно было положительное решение, получено в бюджет, деньги внесены, в программу включено, парковка сделана. В итоге в пятом микрорайоне этой осенью появилось новое парковочное пространство на 38 машиномест. Она здесь была нужна как хлеб, и как видите, многие оставляют машину здесь, не загружают радужную школу вокруг, детские сады, где она здесь будет свободней. Также Алексей Журавлев помог жителям ЖК Радужной попасть в программу благоустройства, в результате чего их дворы этим летом полностью обновили. Но совместной работы предстоит еще много. Нужен знак одностороннего движения, чтобы люди, которые подъезжали к перекрестку трех дорог, понимали, что им нужно однозначно априори ехать налево и тем самым объезжать весь наш комплекс и выезжать уже собственно с другой стороны. Застройщик еще не достроил школу, которую обещал, детский садик. И в результате этого всего жители двух домов, 8 и 10, были откреплены от близлежащих школ 7 и 8 гимназии и, соответственно, были прикреплены к школе номер 4 на улице Гаевского. Мы неоднократно обращались в управление образованием, в том числе и через депутата, но пока вот эта ситуация не разрешилась. Депутат Алексей Журавлев и жители верят, что вместе у них все получится. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видно-ТВ. С тех пор, как Видно-Вскую районную клиническую больницу вновь перепрофилировали под инфекционный стационар для лечения больных COVID-19, остров стал вопрос, доступна ли остальным пациентам необходимая помощь на территории муниципалитета. Сегодня главный врач ВРКБ систематически проводит обходы по амбулаториям округа. Неделю назад проверил ремонт Володарской поликлиники, на очереди Молоковская больница. Молоковская врачебная амбулатория открылась в 2018 году. На сегодняшний день больница принимает пациентов с 8 утра до 4 часов дня. И хотя сейчас к ней прикреплено 7200 человек, в условиях пандемии прирост пациентов гораздо выше. На сегодняшний момент функционируют три врача-терапевта и три врача-педиатра. Пока на сегодняшний момент это полный штат. В наших планах, конечно же, еще расширится. Но пока так справляемся. Огромное количество вызовов. Стараемся их обслуживать. Выводим врачей чисто на вызова. И какие-то врачи перекрывают прием. Для максимального разделения потоков в Молоковской больнице предусмотрены разные выходы для пациентов дневного и круглосуточного стационаров. Сегодня здесь лечение проходит 15 пациентов, за состоянием которых постоянное наблюдение не требуется. Каждый больной в минуту 100 имеет право лежать здесь до 2-3 часов. Как правило, там час-два. Они после капельника лежат часа полтора и уходят. Потом приходит следующий. Мы их распределили на 8 часов приходят. 8 до 10 – одна смена. 10 до 12 – вторая смена. И там с часа до 4-3 смена. В круглосуточном стационаре сейчас лечение проходит около 30 человек. Сергей Семеняйкин из-за своего недуга попадает в больницы часто. Не так давно его направили в Молоково. Сейчас пациент признается. Если болезнь вновь обострится, он обратится именно сюда. Отношения самого персонала, вежливость, вот это вот все аж… Как будто вот попадаешь куда-то вот, ну очень, как объяснить-то правильно. Ну вот в маленькую Швейцарию, наверное, и попадаешь. Все потому что постоянно заботятся о тебе, постоянно все спрашивают, постоянно… Ну, интересуются. Стационар в Молоковской амбулатории сейчас специализируется и на долечивании пациентов после коронавирусной инфекции. Одним из таких людей стал Артур Калайджан, который также отметил отличную работу стационара. Я переболел коронавирусом, в Видном лечился. Вот я попал сюда, у меня профилактические, получается, по диабету. И очень приятно, на самом деле, что здесь и еда кормят хорошо, и обращение. Вот медсестра, одна лучше другой, и врачи также. Больных коронавирусной инфекцией в больнице не принимают. Каждый пациент при поступлении в стационар сдает реакцию ПЦР на COVID-19. Сутки он проводит в специальной карантинной зоне. Очень активно все мы тут делаем. Так что я думаю, что населению нужно на это обратить внимание. И участковые терапевты будут писать направление сюда, обследовать перед этим. И здесь мы всех полечим. На фоне пандемии организовать оказание плановой медицинской помощи каждому в ней нуждающимися – одна из главных задач Видновской районной клинической больницы. У нас организована в Новоклевском стационаре, в терапевтическом отделении организована помощь, необходимая в виде лечения неврологических, кардиологических, диабетических проблем. Здесь работают достаточно высококвалифицированные специалисты. Мы оснастили ее также и хорошим набором аппаратов физиотерапии, лечебной физкультуры. На базе других амбулаторий муниципалитета запущена работа по оказанию хирургической и офтальмологической помощи. Также открыт травмпункт и кабинет гнойной хирургии. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно-этово. В рамках проекта «Народный контроль» активисты местного отделения партии «Единая Россия» организовали проверку соблюдения санитарных норм в точках общественного питания, расположенных в Видном. В профилактическом рейде приняла участие Наталья Буслаева. Активисты «Народного контроля» Ленинского городского округа продолжают профилактические проверки по соблюдению санитарных норм на территории муниципалитета. В зоне особого внимания – заведение общественного питания. В ходе очередного рейда было проинспектировано 4 ресторана. Стараемся и добиваемся для того, чтобы ограничить минимальное количество нахождения в ресторане людей, при этом сохранять дистанцию между посадочными местами. То есть у нас небольшие столы, за столами не более 2-3 человек. Больше мы не сажаем. Если проходит банкет, то банкет происходит на втором этаже, это более изолированная территория, не более 20 человек. Особое внимание проверяющие уделяли выполнению обязательных требований, в числе которых наличие в кафе и ресторанах информационных табличек, антисептиков, масок и перчаток, проведение регулярной дезинфекции всех поверхностей в общественных зонах. В ходе рейда проверили и ведение журналов учета температуры сотрудников. Для всех сотрудников у нас измеряется тоже температура, ведется учет температуры. Если сотрудник с небольшой температурой 37,1, он отправляется домой. В основном, как отметил координатор федерального проекта «Народный контроль» Шерзот Атаев, видновские заведения общественного питания соблюдают санитарные требования. Но небольшие нарушения все же были выявлены. К сожалению, такое не знало, мы ее приобретем, эту табличку. Вы можете ее распечатать? Распечатать можно? Да, все, поняла, хорошо. Через стол сажаем гостей. Да, через стол и за стол максимум три человека, если семьей пришли. А так по два человека. Сотрудниками ресторанов была проведена профилактическая беседа. Наша основная задача не наказать бизнес, не оштрафовать его или как-то подпортить материальное положение, а предотвратить, чтобы те проверки, инспекции, которые приходили, они, соответственно, не выявляли этих нарушений. Соблюдение всех мер предосторожности при посещении кафе и ресторанов позволит снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и сохранить здоровье сотрудников и посетителей. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Четверо членов Ленинского отделения Всероссийского общества инвалидов приняли участие в программе «Социальный туризм для людей с инвалидностью, пенсионного возраста и ветеранов». Они посетились экскурсиями несколько старинных городов, в том числе входящих в Золотое кольцо. О своих путешествиях они сняли небольшой сюжет, который прислали к нам в рубрику «Мобильный репортер». Местом проживания стал подмосковный арт-отель в Пушкино. Из него каждый день участники программы, а всего их было 30 человек, отправлялись в автобусные экскурсии. Они побывали в Сергиево-Посадской лавре и Кремле в Переславле-Залесском, в музее-заповеднике Александровская Слобода и женском монастыре в Ходькове. Каждый вечер путешественники принимали участие в развлекательных программах. Мероприятие длилось пять дней. Его цель – создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения, содействие их в вовлечению в активную интеллектуальную, творческую, общественную деятельность, формирование здорового образа жизни. Напомним, Московская областная организация Всероссийского общества инвалидов объединяет 64 организации, в которых состоит более 72 тысяч человек. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!